Дорогие братья и сестры, слава Господу за то, что мы можем быть в Доме Божьем. Мне бы хотелось прочитать текст из послания к римлянам. Римлянам 8 глава с 14 текста. Немножко поясню, о чем 8 глава. Братья и сестры, апостол Павел обращается к верующим людям, к верующим, тот, кто возрожденный. Но верующие люди, они делятся на две категории. На людей, которые живут по плоти, и людей, которые живут по духу. Как же понять, какой я христианин? Мы с молодежью на прошлом разборе, молодежь, рассуждали на это. Братья и сестры, у христианина, возрожденного, бывают плотские проявления. Бывает. Ну, допустим, дети вывели из себя папу или маму. Так хорошо день начался. Помолились. Вместе, может быть, спели песню. И такое хорошее настроение. И вдруг что-то случилось. Детки плохо себя ведут. Бывает такое. И вдруг папа или мама накричали, накричали. Вышел из себя. Может быть, даже слово сказал не очень приличное. А потом, ах, как так? Такое осуждение в сердце, братья и сестры. Или это может быть где-то на работе. Поступил по плоти. И так горько. Неужели я невозрожденный? Неужели Дух Святой теперь меня оставил, раз у меня так получилось? Апостол Павел говорит, нет. Но это плотские проявления. Они у вас могут быть. По какой причине могут быть? Потому что в нас осталась греховная природа, которую мы унаследовали от Адама. И так она передавалась с поколения, с поколения, моих родителей, от дедушки и ко мне пришла. Когда я от нее избавлюсь, апостол Павел говорит, только смерть, либо пришествие Иисуса Христа. Она всегда меня будет докучать. И сам апостол Павел говорит, бедный я человек, я так хочу хорошо день прожить. А может быть даже вот слово сказал хорошее. И вдруг он говорит, чего не хочу, то делаю. Ну мысли пришли гордые. Вот это я как хорошо проповедь сказал. Или церковь основала, и так все хорошо в этой церкви. Многие покаялись. И тут сразу дьявол послал мысль. Какой ты хороший, молодец, хорошо проповедь сказал. А может быть мысли его посещали нехорошие. А может быть где-то возникали напряжения между братьями. Такое им тоже могло быть. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы все было хорошо у меня в духовной жизни. Чтобы жить победно. Но почему-то периодически встречается вот это проявление плоти. Проявление плоти. Братья и сестры, мне нравится апостол Павел. Он не успокаивается в этом. Он не может сказать, ну ладно, братья и сестры, у нас же у всех есть плоть греховная. У нас есть, ну разве я виноват, что она досталась мне от родителей? Не виноват. Ну и Господь меня простит. Ну я же не виноват, что Адам с Евой согрешили. Нет. Он говорит, да, у меня случаются иногда вот эти переживания. Где-то может быть какие-то падения, согрешения. Но это не мой образ жизни. Это не мой образ жизни. Это не серия поступков. Это может быть, бывают проявления какие-то плоти. Что теперь делать? Как минимизировать это? В седьмой главе апостол Павел говорит, что? Что мы служим Богу. Нужно что-то делать. Служить Богу. Братья и сестры, мы когда с молодежью размышляли, как это служить Богу. Это активная позиция. Активная позиция. Что-то делать. На практике осуществлять Писание. Мы много знаем. Много слышим. У нас бывают такие хорошие побуждения. Вот приду домой. Буду любить жену свою. Буду. После брака. Вот брак прошел, да. И у меня тоже такие добрые, такие, ну, намерения, думаю, буду проявлять на практике. Братья и сестры, жизнь послужить Богу, это воплощать Евангелие в жизнь. Писание нас призывает делать добрые дела. Воплощай это в жизнь. Воплощай в жизнь. Практику. Поставь себе цель. Делай это. И тому подобное. Братья и сестры, еще что говорит апостол Павел? Он говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Я не только сосредоточен на своей борьбе. Я вникаю в Писание. Писание наполняет мой разум. Может быть, я заучиваю. Мне приятно было. Я так не знал. У меня супруга кормит малыша. Она говорит, я уже практически выучила послание Якова. Вот когда кормит малыша. Мне так приятно стало. Думаю, как? Слава Богу. И у нее вопросы ко мне возникают такие по Писанию. Братья и сестры, воплощать, заниматься Писанием. И тогда мысли меньше в голову приходят плохих. Заучивать тексты Писания. Апостол Павел говорит, я этим занимаюсь. Я знаю себя, какой я испорченный. Я совершаю служение на практике. И второе, я занимаюсь Писанием. Много посвящая время Писанию. Чтобы легче было в этой борьбе. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы, как люди возрожденные, поступали по духу. Были людьми духовными. Кто постоянно, получается, поступает по плоти, чтобы плоть к чему нас призывать, к чему она нас тянет, к плохому. Написано, умрет духовно. Нет, он может быть еще сейчас возрожденный. Но духовно для Бога умрет. Если постоянно будет проявление плоти. А теперь, братья и сестры, апостол Павел в восьмой главе говорит. Братья и сестры, я хочу вам рассказать, какие благословения имеет человек, который живет по духу. Я хочу на одно только обратить наше внимание, чтобы мы помолились. Итак, восьмая глава. С тринадцатого текста. Ибо если живете по плоти, то есть люди возрожденные, но если они поступают по плоти, к чему нас греховная природа влечет, то умрете. А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Апостол Павел говорит, что кто живет по духу, по духу, к чему, ну, откликается на голос Духа Святого, к чему призывает Писание, Дух Святой нас побуждает. Кто поступает по духу, тот является детем Божиим. Ибо все, вводимые духом, с сыной Божиим. Вы знаете, я так размышлял, думаю, надо же, с сыной Божиим. А в чем, ну, слава Богу, я теперь дитё Божие. А в чем, что мне от это даёт? Что я дитё Божие. Какое для меня благословение я могу получить от этого? И вы знаете, начал размышлять, думаю, я сам отец. У меня есть дети. У меня есть дети. Вы знаете, в собрании у нас много детей, но в поле зрения мои дети преимущественно. Я своих больше вижу, чем других. Как они себя ведут. Или просто смотрят. Они мои. Почему? Потому что они мои дети. Нет, я люблю всех детей. Слава Богу, что у нас все хорошие детки. Но мои почему-то всегда больше на них я обращаю внимание. Почему? Они мои дети. Дорогие братья и сёстры, если я сын Божий, то Господь на меня обращает больше внимания, чем мне на своих. Потому что я дитё Божие. Ещё. Кто-то заплакал на собрании с детей. Бывает такое, да? Ну, жалко. Упал там, ударился. Ну, конечно, чтобы родители подошли. А если мой? Среди двухсот голосов я услышу своего ребёнка. Я услышу. Я тут же приду к нему на помощь. Почему? Да потому что это мой сын. Это мой сын. Так и Господь. Отец наш Небесный. Кто живёт по духу, является детём Божьим. Он может рассчитывать на Божью помощь. Все переживания. Всё, что случается в нашей жизни, братья и сёстры, Господь прежде всего обращает внимание на своих детей. В одном тексте сказано, что касающийся вас касается моего глаза. Денисока. Братья и сёстры. Ещё. Я получаю зарплату. Знаете, мои дети, они могут пользоваться моими доходами, моими зарплатами. Они принадлежат и моим детям тоже. Но вокруг есть и соседские дети. Им это не принадлежит. Почему? Они не мои дети. Они не мои дети. Это большое благословение. Всё, что принадлежит Богу, чем Господь богат, эти богатства принадлежат и мне, если я дитё Божие. И ещё на один момент хотел обратить внимание. Моё наследство, то, что я имею в собственности, дом мой, моя машина, она будет принадлежать моим детям, не соседским. Всё, что моё, в конечном итоге будет, я дам детям своим. Почему? Потому что они мои дети. Это мои дети. Дорогие братья и сёстры, я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Господа. Кто живёт по духу, значит, мы дети Божьи. А если сыны, то нам принадлежат большие благословения и в этой жизни, и в будущей жизни. Да, Господь нас воспитывает. Почему? Потому что мы его дети. Мне неприятно будет, если кто-то меня из соседских ребятишек, ну, плохим словом назовёт, мне будет неприятно. Но если для меня сын мой скажет, мне будет очень больно, очень больно, потому что это мой сын. И я, наверное, буду предпринимать какие-то воспитательные действия, потому что я хочу, чтобы он вырос хорошим. Так и Господь, когда видит, когда мы уклоняемся в какие-то, ну, по плоти начинаем жить, Господь начинает тут же с нами работать. Посылает какие-то переживания, скорби, мы всё с братьями собираемся. Я делился, что жизнь моя полна была работы Божьей надо мной. Через болезни, через страдания, через финансовые трудности, через какие-то переживания, горечи. Почему? Когда я находился в этих переживаниях, было больно, я плакал, слёзы были. Но когда проходило время, я понимал, Господи, Ты меня любишь. Ты переживаешь за меня, чтобы я не погиб, не был осуждён с этим миром. Почему? Потому что я Твой сын. Как это прекрасно. Пусть Господь нас благословит. Я сын Божий. Являюсь ли я детём Божьим? Или, может быть, я, эти благословения мне не принадлежат? И так, если живём по духу, все эти благословения принадлежат только тем, у кого жизнь проходит по духу. Нет, могут быть плотские проявления, но это не стиль жизни. Это не его жизнь. У него борьба, получается, постоянно происходит. Но он победителем выходит, потому что он избирает Божие, живёт по Божьему. Да, где-то падает. И Господь знает нашу испорченность и видит, что мы его любим. И если мы сыны Божьи, то нам принадлежат большие благословения. Хотел бы, чтобы мы помолились. Пусть Господь нас благословит, Бога прославит. Поблагодарить Его, что я дитё Божие. А кто, может быть, сегодня ещё не сын, чужой Богу? Сегодня есть прекрасная возможность стать Богу своим, чтобы все эти благословения, они были и нашими. Аминь. Помолимся.